всем привет ветер с вами около моря что-то за плав средства солнце не засвечивает какая-то яхта небольшая не обрамовичева конечно но тоже ничего так что-то не сюда приплыли люди на пляже есть но погода видите какая тепло даже жарко ветер несколько остужает пространство вот но в море особенно вот в той стороне пляжа потому что ветер оттуда такой северо-восточный ветер даже восточный больше мы идемте пройдемте над пляжем реют желтые флаги что означает как мы с им что на море существует волнение ну ой запнулась но такое в принципе при котором в море лезть можно если вам нравится вот народу на пляже много сейчас август отпуска здесь потому людей хотя сегодня выходной плав средства рассекает поверхность воды создают дополнительные волны я пытаюсь как-то заглушить ветер но не знаю насколько у меня это получается в общем идем дальше утром некогда мне было на море идти но днем я сейчас не хочу жарко течение на этот раз пошире что волны побольше вот мы с вами перешли дорогу и вошли в зону парков ну и вот этих домов у них свои парки тоже есть закрытые дворы здесь прохладно уже вот там слышны детские голоса у них вот здесь за этой стеной бассейн и ну дети наверное в бассейне плескается иногда когда я утром возвращаюсь с пляжа я слышу кто-то там ранний из этого дома плавает в бассейне ну судя по звукам взрослый именно вот такой пловец сейчас надеюсь какой-то из парков будет открытый я еще хочу видео поснимать о полезностях ой ну и посмотрю посмотрим с вами тут прогуляемся что тут и как тут ага парки уже открыты ну да в принципе день деньской то я утром когда иду здесь все еще закрыто но мне не этот парк нужен идемте туда шелестят деревья видео о полезностях будет наверное отдельным поэтому здесь мы так только прогулочно с вами пройдемся инжир тут у них смотрите у них тут такой миленький индивидуальный фонтанчик у жильцов этого дома вот и и площадка для выгула собак у них есть я видела тут открывают ключом заходят владельцы питомцев а здесь общественный парк вот мы с вами туда и сюда идем и он тоже закрыт на ночь этот парк это вот все собачья площадка смотрите какая классная как в лесу вышел из дома и уже ты в лесу я уже рассказывала и не один раз здесь барселоне сохраняется принцип но это не только здесь конечно же я понимаю во многих местах также что как можно меньше тревожит природу курс корана есть на данном каком-то участке ну вот здесь какие-то были недалеко от берега участки леса и в современное время раньше-то понятно люди об этом не заботились вот нигде современное время уже все эти участки даже какие-то небольшие совсем крошечные участки естественного леса сохраняют или досаживают туда потом деревья чтобы парк например тоже какую-то такую естественную естественность из себя представлял ну так создавал впечатление что это все само собой выросло хотя конечно все это уже посажено и здесь согласно концепции этого парка такие довольно на футуристические конструкции весь мест местами есть но тем не менее создается впечатление что это все вот так встроено в какой-то вот бывший здесь лес кстати вот здесь можжевельниках в этих я как-то видела зайчика они тут даже водятся такой знаете пепельного цвета с белым таким хвостиком и под хвостем вот такой как но он быстро очень промлекнул если бы его попросить позировать наверно вы не согласился мы посетим птичек этого парка у меня уже такая традиция без этого никак нельзя вот в данном случае здесь сидят гуси у бабуси иногда на вот этой бетонной дорожке или как ее назвать сидят цапли стоят вот ну а здесь как всегда чайки и также уточки и гуси правда местами здесь очень мелко и поэтому птицы для того чтобы поплыть должны найти соответствующий участок а иногда они тут ходят сейчас посмотрим кто тут есть минуточки жарко сейчас цветущих конечно растений тут маловато иногда можно встретить но мы с вами посмотрим вообще общий вид парка и парк это всегда хорошо в любое время года вообще природа в любом месте в любом в любое время года всегда хорошо всегда можно найти что-то красивое и вообще сам факт что ты находишься на природе напоминает аки парис лысый потому что он сбрасывает свои вот эти листья на зиму они скоро начнут желтеть потом ржаветь потом упадут такая вот у него традиции так там есть баобаб он еще по-моему не зацвела баобабы уже зацветают что-то здешний инжир решил решил листья растерять почему что-то ему чего-то не хватает наверное вроде еще не время листья терять инжир тоже листопадное растение но еще не время это можжевельник вечно зеленый невзирая на то где он растет в северных широтах южных это церцис иудина дерево но просто сейчас так выглядит это эритридно тоже не цветет церцис цветет весной эритрина где-то в июне вот так что там с баобабом баобаб вот он не он еще не цветет баобабы барселонские начинают свести ну с августа я уже видела цветущие экземпляры там барселона эти потом в сентябре октябре в ноябре и даже в декабре а затем весной они дают плоды ну вздешней весной так вот у них а это растение баобаб я имею ввиду оно из южного полушария родом у них вот так заведено здесь я вам хочу показать инжир чего уже наплодил видите с этим инжиром все в порядке листья у него в порядке плоды в порядке он весь в порядке молодец вот если мы не видели как завязывается плоды инжира то посмотрите листья на ощупь кажутся они такие как будто бы жесткие на самом деле они довольно мягкие вверх такой знаете чуть-чуть если так можно выразить выразиться колючий мягкий нижняя часть листа вот там чуть-чуть совсем чуть-чуть опушенная вот ну такая поверхность способствует лучшему распределению влаги весь такой большой площади листа влага быстро испаряется но поэтому и лист изрезанный вот ну чтобы так сказать уменьшить площадь вот а большой вот чтобы с помощью поглощения углекислого газа с помощью хлорофилла вот этого вот всего вот добывать для себя питательные вещества выделять в атмосферу кислородную деревья и дышит кислородом не только выделяют они и дышат им но при этом как некоторые говорят а как же тогда ночью в лесу ночью в лесу прекрасно так вот это альбиция уже не цветущая вот это жакаранда если вы помните сиреневые цветы вот мы с вами тут прогулялись вон моя любимица ходит они все таки загадочные цапли но это не одна какая-то конкретная цапля да а и вообще они такие интересные а мне все птицы нравятся и вообще животное это хорошо животное это красиво хорошо и это приятно птички ну что вы как вы как жизнь угадаете с первого раза что это за птички это чайки молодые большие чайки которые самые большие самые крупные молодые чайки там отдыхает еще кто-то вот мы с вами прошлись и я по рамбле прим возвращаюсь домой позади меня люди идут беседуют всем пока увидимся увидимся вот